Классики марксизма и ленинизма Азиатскую, античную, феодальную и капиталистическую Но изучение азиатской эксплуататорской формации или политаризма было запрещено в Советском Союзе Именно поэтому я остановлюсь немного на этом О чем это говорит? Ответ прост, но боюсь от этого не менее непригляден О том, что руководство Советского Союза предало коммунистическую идею и дело коммунизма И предало как на практике, так и теоретически Теоретически оно предало и дело и идею коммунизма Когда разработало теорию так называемого научного коммунизма Нужно сразу и прямо сказать Да этот самый научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму Это прямое извращение марксизма и ленинизма Это изначально лживое оппортунистическое учение Только его оппортунизм не в интересах буржуазии А в интересах другого эксплуататорского класса Класса номенклатуры Именно о том, что это за класс И рассказывает учение Маркса, Энгерса и Ленина Об азиатском способе производства Или сокращенно АСП Предательство это произошло с какого боку не смотри При Сталине И главную роль в нем сыграл академик Строва Главный разработчик Теории научного коммунизма И как это называется на жаргоне ученых пятичленки Что это такое? Строва утверждал, что Маркс, Энгерс и Ленин учили Что в истории человечества есть только пять формаций Первобытная общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая Еще одним немыслимо подлым извращением марксизма и ленинизма В научном коммунизме стало утверждение Что общественная собственность является гарантией от эксплуатации человека-человека Впрочем, это, понятно, далеко не единственное извращение В научном коммунизме, в настоящей коммунистической теории Цель всей этой гнусности была одна Убедить простых советских людей в том, что в Советском Союзе развитой социализм Ну сначала реальный социализм это называлось, потом развитой социализм А не азиатская деспотия Азиатская деспотия, кстати, по Марксу, Энгельсу и Ленину Система еще худше, чем даже рабовладение Не говоря уже о капитализме И главная ответственность за это предательство С какого боку не смотри, лежит личное наставление Но об этом, надеюсь, мы поговорим позже Но, понятно, придумали учения об азиатском способе производства Далеко не Маркс, Энгельс и Ленин Первые исследования об этом были еще в 18 веке И наука хорошо знала еще до Маркса об этом учении В 19 веке они были окончательно закончены и обобщены Пожалуй, лучше засчитаю имена этих ученых, имена не русские Окончательные эти учения были обобщены в 19 веке британскими экономистами Ричардом Джонсом и Джоном Стюартом Миллем Но первые исследования Акскалов были проведены еще в 18 веке А именно Адамом Смитом и Джеймсом Миллем Но, понятно, позже, уже в 20 веке Исследования были серьезно продолжены Львом Троцким, тем самым Львом Троцким В работе «Преданная революция» Немецким, а потом американским ученым Карлом Витфогерем, в работе «Восточный деспотизм» Югославским ученым, Милованом Джиласом, в работе «Новый класс» Советским ученым, потом эмигрировавшим на запад Михаилом Масленским, в работе «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» Есть, кстати, и современные исследования на этот счет На мой взгляд, наиболее интересны современные исследования Такого еще ныне живущего ученого Юрия Семенова Самое же главное, в этом плане с советских времен не изменилось абсолютно ничего Путинизм – это тоже политаризм чистой воды Что, думаю, пора понять людям, особенно людям, имеющим левые убеждения Но об этом, надеюсь, мы продолжим в следующем ролике Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите на конечных заставках Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok